Приветствую вас, дорогие друзья! Вы смотрите канал OK English. Меня зовут Елена Викторовна. Мы с вами пополняем свой английский словарь уровня intermediate и проходим группы синонимов, то есть слов, которые очень близки по значению, но каждая из них имеет определенный, неуловимый иногда даже смысл, который зачастую на русском языке передать невозможно, потому что в русском таких слов нет. Тем и интереснее, друзья мои, нам с вами учить эти слова. Лично мне интересно, надеюсь, вам тоже. Сегодня в уроке номер 13 мы с вами поговорим о глаголе break, который переводится как ломать. У нас есть такие синонимы, как break, crash, smash и burst, а также есть антоним mend. Если некоторые из этих слов вам не знакомы, то я думаю, что урок будет полезен. Смотрите на эту цепочку, видите, как она ломается. It breaks. Теперь давайте перейдем к разбору нашего материала. Слово break, word break means to make something divide into pieces, accidentally or deliberately. Break обозначает, когда что-то разделяется на части, случайно или намеренно. Разделяется на части, ломается, соответственно, да, друзья мои. Поэтому break очень удобно переводить как поломаться, да, разломаться на куски, на части. Слово deliberately возможно будет для вас новым, оно переводится как намеренно или специально. Deliberately. Немного сложное слово, но это не суть нашего урока сейчас. Итак. She broke her leg when she was skiing. Она сломала ногу, когда она каталась на лыжах. She broke her leg. Она сломала ногу. То есть кость ноги, да, она поломалась. Break the chocolate into four pieces. Разломи шоколад на четыре кусочка. Break the chocolate. То есть возьми шоколад и раздели его на кусочки, да, на четыре кусочка. Break the chocolate into four pieces. Мы видим, что здесь даже в нашем предложении break идет связка со словом peace. То есть не обязательно это будет так, но глагол break крайне популярен в английском языке. Также он часто является и фразовым глаголом, когда после него идет какой-то предлог и меняет его значение. Но в своем основном значении break это всегда что-то ломать, что-то разламывать на кусочки, на фрагменты, на элементы. Глагол crack means to make a long thin break in something. Crack обозначает сделать длинный тонкий разлом в чем-либо. Поэтому crack удобнее сказать как расколоть. Самый близкий вариант перевода на русском языке. The stone cracked the glass. Камень расколол стекло. То есть crack мы должны себе представить какую-то поверхность, на которую можно расколоть. Это, например, поверхность стекла. The stone cracked the glass. То есть на стекле появился разлом. По-английски это называется crack. И следующее слово smash. Smash means to break something into pieces, often using force or violence. Smash обозначает разломить что-то на куски, часто с использованием силы или насилия. Violence имеет несколько вариантов перевода. Насилие, жестокость, жестокое обращение. Smash, я думаю, что связано больше с такой негативной картиной, когда кто-то там злится, берет какой-то объект, я не знаю, в вазу, бросает ее в стену. And he smashes this vase. Demonstrators smashed the windows of police cars. Демонстранты разбили окна полицейских машин. Очень часто удобно smash переводить как громить или крушить, но не обязательно будет такой вариант перевода, но на русском, наверное, это очень близкий вариант. Demonstrators smashed the windows of police cars. Демонстранты крушили окна полицейских машин. Смешт. То есть что-то такое, знаете, в ярости, когда кто-то что-то разбивает, громит, крушит или уничтожает. Идем дальше. Следующее слово – это слово burst. Burst means to break open or explode suddenly. Or cause something to break open or explode suddenly. Burst обозначает, когда что-то резко открывается или резко взрывается. Либо, когда вы заставляете что-либо резко открыться или резко взорваться. Давайте посмотрим, как это выглядит на практике. One of the tires had burst. Одна из шин лопнула. Здесь, видите, слово burst обозначает, что она резко взорвалась. То есть, по сути, лопнула. Поэтому слово burst удобно переводить на русский как лопнуть или разорваться. То есть, когда неожиданно что-то, даже, можно сказать, с таким звуком резким, неожиданным, что-то бах, и вот разломилось, разломалось, взорвалось. Burst. Но burst, наверное, не всегда корректно переводить как взорваться. Потому что если что-то взрывается в контексте бомбы, то для этого обычно используется другое слово. Слово explode. Но это сейчас не есть тема нашего урока. The heat from the fire might burst the balloon. Жар от огня может заставить шар взорваться. Might burst. Может заставить взорваться. То есть, здесь burst имеет значение заставить что-либо разорваться или лопнуть. И еще один пример. When they had gone, she burst into tears. Этот пример я вам, друзья мои, сюда добавила. Почему? Потому что очень часто в английском языке используется такой поэтический прием burst into tears, который переводится как начать резко плакать. Когда они ушли, она резко расплакалась. То есть, она бросилась в слезы. She burst into tears. Вот этот вот оборот. Не знаю почему, но мне он как-то примелькался. И действительно очень часто используется. Именно связка burst into tears с таким предлогом. Tears – это слезы. Burst into tears – как резко расплакаться. Когда человек, что называется, бросил в слезы. Здесь слово burst уже используется, наверное, в переносном контексте, но запомните этот оборот. Может быть, вам он также пригодится. И антоним. Mend means to repair something which is broken or damaged. Mend обозначает починить что-то, что было сломано или испорчено. Perhaps you've come to mend something. Наверное, вы пришли, чтобы что-либо починить. To mend something – починить что-то. Этот пример я также вам добавила. И я вообще подумала, что, наверное, несправедливо, что для антонимов, друзья мои, мы с вами не подбираем примеров. Поэтому далее, когда у нас будут антонимы, вы также найдёте пример предложения с данным словом. Поэтому это вам, можно сказать, маленький подарок от меня. Небольшое дополнение, которое я считаю будет актуальным. Давайте ещё раз вспомним, какие же слова мы с вами выучили. Break, crash, smash и burst – все эти слова обозначают поломалось, раскрошилось, взорвалось. И каждое из этих слов, как видите, имеет свой определённый контекст. А также антоним, слово mend – это антоним слову break. Break – ломать, mend – соответственно, чинить. То есть, из того, что было сломано, сделать то, что не сломано. Почините это. Надеюсь, друзья мои, слова были вам полезны. Если так, обязательно выполните мою маленькую просьбу. Нажмите кнопочку «Мне нравится». Оставьте маленький комментарий, чтобы я знала, что уроки вам полезны, и вы их ждёте с нетерпением. На этом, думаю, можем с вами прощаться. Занятия провела Елена Викторовна. Следите за плейлистом English Vocabulary Synonyms, где мы с вами проходим группы синонимов английских слов, что я считаю крайне полезным. И рекомендую вам данные слова учить, а также подбирать свои собственные дополнительные примеры по каждому из слов. Расширяйте свой английский словарь, позволяйте своей мысли течь легко, свободно, учитесь выражать себя максимально точно и хорошо на английском языке. И надеюсь, что я смогу вам в этом помочь. До скорой встречи в новых уроках. See you later. Bye-bye.